Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа Слушайте доктора у микрофона Вера Власова Сегодня у нас долгожданный гость исполняющий обязанности главного врача Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Михаил Яговкин Здравствуйте, Михаил Александрович Итак, сегодня речь мы будем вести о практике малоинвазивных операций в центре и с самого начала задаю вам вопрос именно о том, что же центр представляет собой сейчас, в настоящий момент На сегодняшний день Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии представляет из себя специализированную клинику которую мы позиционируем как межрегиональный центр Это 21 структурное подразделение 18 операционных которые в круглосуточном режиме оказывают специализированную в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь для жителей города Кирова Кировской области и жителей других субъектов Российской Федерации И речь идет об операциях малоинвазивных Вот сам термин малоинвазивный что он означает? Что касается малоинвазивных операций на сегодняшний день операции достаточно в большом объеме выполняется пациентам как с повреждениями опорно-двигательного аппарата так и с заболеваниями На сегодняшний день если говорить об малоинвазивных методиках лечения чтобы было понятно это методы лечения которые подразумевают минимальные доступы это проколы и разрезы в пределах 1 см что в дальнейшем благоприятно сказывается на сроках консолидации переломов если говорить о травме ранней реабилитации восстановления пациента А правильно я понимаю что такая методика уже широко востребована в Европе в Америке то есть это уже практика применяется и Киров здесь получается в первых рядах что называется? Безусловно все методики которые подразумевают малоинвазивный остеосинтез малоинвазивные операции у пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы на сегодняшний день это самые современные методики которые применяются не только в России но и за рубежом Соответственно специалистов наверняка готовите непосредственно уже на этот вид операций они проходят какую-то дополнительную переквалификацию дополнительное обучение специалисты в Центре травматологии ортопедии нейрохирургии постоянно проходят обучение на базах российских клиник и клиник Европы для освоения данных методиков в плане малоинвазивного остеосинтеза операции по эндопротезированию коленных тазобедренных суставов операции и хирургия позвоночника это вертобрология нейрохирургия большой перечень малоинвазивных операций идет у нас на суставах это операции ортроскопические через проколы под контролем видеокамеры выполняется восстановление связочного аппарата удаление менисков это перспективное направление которое на сегодняшний день полностью освоено и применяется в центре травматологии ортопедии нейрохирургии вы можете примерно назвать какой процент специалистов центра сейчас владеют технологиями малоинвазивными эта цифра близка к 100% то есть постоянно еще количество увеличивается да давайте теперь перейдем к отличиям более скажем так привычных нам методов да оперирования и малоинвазивных чем плюсы может быть какие-то недостатки есть да которые все-таки устраняются да устранимы больше конечно о плюсах давайте поговорим ну я уже говорил что основным плюсом выполнения малоинвазивных операций является это минимальная травматичность для пациента это более благоприятное течение после операционного периода это быстрое восстановление пациента и возвращение к нормальному образу жизни безусловно сам сами методики выполнения малоинвазивных операций они подразумевают под собой наличие соответствующего специализированного оборудования которое на сегодняшний день которым на сегодняшний день полностью укомплектован центр травматологии ортопедии у нас шесть рентген передвижных комплексов интероперационных четыре ортроскопические стойки экспертного класса которые позволяют выполнять весь перечень операций ортроскопии плечевой коленный локтевой голеностопный ортроскопии пожалуйста поясните что такое ортроскопические операции это малоинвазивный метод лечения через два небольших прокола величиной один сантиметр выполняются операции на суставах восстановление связочного аппарата если говорить о заболеваниях повреждениях коленного сустава это восставление передней задней крестообразной связки резекция мениска другие устранения другой патологии медиапатулярной складки что касается плечевого сустава это застарелые повреждения вращательной манжеты привычные вывих плеча все эти операции выполняются ортроскопически на сегодняшний день малоинвазивно достаточно активно применяются операции на позвоночнике я думаю что всем знакомо ощущение боли в спине поясничный грудной отдел который возникает на фоне остеохондроза спондилоартроза такие пациенты у нас да обследуются проходят компьютерную томограмму мрт обследования и при наличии показаний на сегодняшний день выполняются малоинвазивные через проколы подместной анестезией радиочастотная денервация это воздействие непосредственно на межпозвонковые суставы которые вызывают этот болевой синдром операция занимает в пределах 30 минут подместной анестезией это операция одного дня то есть пациент вечером уже может быть выписан на ампулаторное лечение более 500 операций выполняется в год в нашем центре с хорошими результатами малоинвазивных малоинвазивных то есть это операция которая не требует какого-то разреза доступа это прокол иголочкой под контролем рентген электронно-оптического преобразователя это рентген установка которая находится в рентген операционной непосредственно идет воздействие термическое на пораженный сустав а какие категории пациентов могут быть допущены к подобной операции безусловно как правило это возрастные пациенты но на сегодняшний день мы отмечаем что проблема заболеваний позвоночника она затрагивает и пациентов начиная с 30 лет то есть это очень индивидуально учитывая то что это малоинвазивная методика противопоказаний противопоказаний может быть какие-то серьезно сопутствующие соматической патологии а так в принципе абсолютных противопоказаний для выполнения этой методики практически нет безусловно к каждому пациенту происходит индивидуальный подход накануне операции это осмотр терапевта сбора анамнеза осмотр анестезиолога определение с видом анестезии все очень строго индивидуально то что вы сейчас перечислили это подготовительный этап который непосредственно после которого и осуществляется операция что-то еще важно знать пациентам которые планируют или которых направлены на малоинвазивные операции в качестве подготовки пациент который планируется на оперативное лечение в центре травматологии ортопедии он получает направление с датой госпитализации в этом направлении указаны все анализы которые необходимо сдать вся подготовка до обследования которое необходимо пациенту пройти заключение терапевта о противопоказании или показании возможного проведения оперативного лечения все что необходимо нам дополнительно мы какие-то до обследования пациента мы имеем возможность провести в центре травматологии при госпитализации пациента как проходят сами операции поэтапно поясните пожалуйста именно малоинвазивные операции как они проходят про оборудование вы сказали что это определенное высокотехнологичное оборудование что с пациентом происходит во время операции вы сказали что делается прокол либо небольшой надрез и поясните как с помощью этого небольшого надреза этого прокола можно добиться таких вот результатов что пациент в течение короткого времени может там встать на ноги и чувствовать себя полноценным дальнейшим человеком то есть в результате того что происходит такое малоинвазивное вмешательство малоинвазивный доступ безусловно все этапы операции они контролируются либо с помощью рентген интероперационного комплекса либо что это поясните это рентген установка которая нам позволяет при проведении того или иного этапа операции каждый этап контролировать то есть мы делаем снимочек с минимальной лучевой нагрузкой и мы четко контролируем нам не нужно делать большой доступ и визуально скажем так видеть структуры нам это позволяет техника на сегодняшний день если это говорить об артероскопических операциях то нам тоже сама позволяет видеокамера визуализировать все структуры сустава и из отдельного доступа малоинвазивно выполнять все операции по устранению той или иной патологии если я правильно поняла и как вы уже упомянули что значительно сокращается время на проведение операции кроме этого какие мы еще плюсы можем выделить во-первых еще раз повторяю снижается травматичность операции снижается снижается да простите я поясню для слушателей снижается риск того что будет повреждено какие-то еще жизненно важные органы нервы я думаю что тут правильно будет сказать что уменьшается объем операции в плане доступа рассечения мягких тканей увеличивается снижается кровопотеря интероперационная в результате этого после операционном периоде пациент быстрее восстанавливается точечные разрезы заживает первично без каких-либо воспалений и пациент в ранние сроки может быть полностью реабилитирован и способен продолжать трудовую деятельность то есть это может быть от одного дня какой пример вы привели операции на позвоночнике так наверное неделя в среднем уходит на восстановление давайте теперь расскажем о том с какими жалобами может обратиться пациент в центр к вам чтобы получить малоинвазивную операцию пациенты направляются к нам на консультативный прием из поликлиник по месту жительства либо самостоятельно могут обратиться в поликлинику центра травматологии ортопедии нейрохирургии в зависимости от того что их беспокоит либо это боли в коленных суставах или плечевых суставах либо это боли грудной поясничный отдел позвоночника в зависимости от этого пациента в регистратуре сориентируют к какому специалисту необходимо обратиться либо это будет нейрохирург либо это будет взрослый ортопед если мы говорим про детскую травматологию ортопедию то у нас организован отдельный амбулаторный травматолого ортопедический прием где полностью у нас проходит лечение на амбулаторном этапе дети с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы идет отбор пациентов на госпитализацию и оперативное лечение хотелось бы отметить что на сегодняшний день малоинвазивное оперативное вмешательство они доступны не только для жителей города Кирова центр травматологии ортопедии нейрохирургии оказывает помощь жителям других субъектов российской федерации за прошедший год у нас получили помощь более пяти с половиной тысяч жителей других регионов это не только привозки федерального округа из этого объема более двух с половиной тысяч это операции высокотехнологичные депротезирование коленных тазобедренных суставов операции на позвоночнике все это осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования абсолютно бесплатно для жителей города Кирова и жителей других субъектов российской федерации при наличии медицинского полиса что касается операции и оказания высокотехнологичной медицинской помощи в этом году центр травматологии ортопедии увеличивает объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи для жителей города Кирова это увеличение квот по профилю травматологии ортопедии нейрохирургии что касается нашего лечебного учреждения Это позволит еще более доступно сделать оказание высокотехнологичной медицинской помощи для жителей нашего региона. Подытожим этот момент по обращениям. То есть можно либо в регистрацию напрямую обратиться. Электронная запись возможна? Да, безусловно. Все, что необходимо на сегодняшний день. Все возможности записаться и попасть на прием в наше лечебное учреждение, они представлены электронной записью самостоятельно. Михаил Александрович, наверняка ведь это довольно дорогостоящая операция, малоинвазивное вмешательство. Так ли это? Пациенты должны понимать только то, что им будет оказана медицинская, качественная медицинская помощь в кратчайшие сроки, да, с применением самых современных методов лечения при данной патологии, которая у них есть, которая существует на сегодняшний день не только в России, но и в Европе. Затрат со стороны пациента никаких на свое лечение нет. Все операции выполняются бесплатно. Поэтому тут на сегодняшний день мы, скажем так, не проводим анализы, сколько стоит открытая операция, закрытая, малоинвазивная. То есть не принципиально. Я это потому спрашиваю, что Вы говорили, что повышается количество квот в текущем году, да, на подобного рода операции в том числе. Вот. И хотелось узнать, если пациент желает, чтобы ему провели малоинвазивную операцию, оно ему… Высокотехнологичные операции, они сами по себе подразумевают, что либо они малоинвазивные, да, но не все операции высокотехнологичные могут быть малоинвазивными. Поговорим сейчас именно о малоинвазивных. Если есть направление врача, но по квоте не попадает человек в этот год. Возможно такое? Нет, этого невозможно. Вот. Все, тогда поняла. Спасибо. Значит, те пациенты, которые у нас обращаются за помощью в Центр травматологии и ортопедии, мы всегда находим возможность этому пациенту оказать медицинскую помощь. Вот это очень важно, что те люди, которые обращаются, те люди, которым назначена подобного рода операция, что они ее непременно получат в текущем году, получается установленный срок. Давайте поговорим о каких-то новых методиках, которые вы планируете внедрить в работу Центра. Новые методики, которые мы планируем освоить в 2018 году, это выполнение малоинвазивных артероскопических операций на тазобедренном суставе. На сегодняшний день мы понимаем, что существует потребность выполнения данного вида вмешательства у пациентов с заболеваниями тазобедренного сустава, который на начальных стадиях, скажем, которым еще нет показаний для выполнения эндопротезирования тазобедренного сустава, у которых уже начинает появляться болевой синдром. То есть малоинвазивное вмешательство позволит нам устранить те минимальные изменения в тазобедренном суставе, которые вызывают болевой синдром, что в конечном итоге улучшит качество жизни пациента. Если даже возникнет показания для эндопротезирования и замены сустава, пусть это возникнет в более позднем возрасте, скажем так, потому что, как мы с вами знаем, любой эндопротез, у него есть определенный срок службы. Это, еще раз говорю, что строго индивидуально, в зависимости от того, какой образ жизни у пациента и так далее, какая нагрузка идет на сустав. Вот это одно из направлений, что касается артероскопии сустава. Также в этом году нами планируется освоение эндоскопических операций на позвоночнике. Это малоинвазивное вмешательство с целью удаления межпозвонковых грыж, удаление стеноза позвоночного канала. Это сужение позвоночного канала, в результате чего возникает болевой синдром. Чаще это задействован у нас поясничный отдел позвоночника. Вот это ближайшая перспектива. Это то, что называют люди защемлением или это что-то другое? Ну, в какой-то степени, возможно. То есть на сегодняшний день это одно из направлений, которое мы будем осваивать. Это достаточно востребовано. Это тоже хирургия одного дня, да, минимальные разрезы в пределах одного сантиметра, высокотехнологичное вмешательство под контролем рентген установки, под контролем эндоскопической стойки специального оборудования, необходимого для выполнения данного вида вмешательства. Это позволит нам оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по данному направлению не только жителям города Кирова, но и жителям других субъектов Российской Федерации. Абсолютно бесплатно. Еще очень важный вопрос хочу вам задать. Операция – это замечательно. Очень важно слушателям еще наверняка узнать о процессе реабилитации. Что здесь проводится в центре, какие услуги пациенты могут получить? На сегодняшний день в центре организовано отделение ранней реабилитации, в которое у нас пациенты после операции эндопротезирования, артероскопических операций переводятся на третье-четвертое сутки. Отделение организовано на базе центра. В данном отделении пациенты у нас занимаются разработкой суставов, применяются самые современные аппараты – кинетик, локомод. В дальнейшем, после снятия швов, заживления, после операционной раны, пациенты либо выписываются на амбулаторное лечение по месту жительства, либо пациенты переводятся у нас в отделение реабилитации. Мы активно работаем с отделением реабилитации Слободской центральной районной больницы. Это в Ахрушах находится отделение, где на высоком уровне проводится реабилитация данных пациентов, либо это отделение больницы реабилитации, гериатрическая больница. То есть существует такая возможность. Еще раз хочу сказать, что выполнение высокотехнологичных медицинских операций подразумевает под собой для получения хорошего результата весь комплекс мероприятий и ранней реабилитации. Мало сделать операцию, установить эндопротез, необходимо пройти курс реабилитации, который зависит и от того, насколько активно будут заниматься доктора, но и от того, насколько пациент соблюдает рекомендации лечащего доктора. Да, желание самого пациента. Желание пациента в первую очередь. Да, ну естественно, я предположу, что даже после выписки из центра пациент имеет возможность проконсультироваться с специалистами. Правильно я понимаю, это здесь вопрос? Безусловно, пациенту в рекомендациях указывают явку на осмотр лечащего доктора. В условиях центра травматологии и поликлиники проводится дальнейшее послеоперационное введение пациентов, явки на консультативный прием профильного отделения. То есть пациент постоянно находится под контролем. Итак, наверное, на этом сегодня программу мы закончим. Сегодня мы говорили о малоинвазивных операциях в Центре травматологии, ортопедийной хирургии. В гостях у нас был Михаил Яговкин, исполняющий обязанности главного врача центра. Пришли мы к выводу с Михаилом Александровичем, что инновационные технологии используются на Скирове, которые ставят нас практически в один ряд с ведущими европейскими возможностями, европейскими клиниками и центрами. Будем ждать от Михаила Александровича новостей, рассказов о новых достижениях в нашей студии на «Эхо Москвы» в программе «Слушайте доктора». Микрофоном была Вера Власова. Здоровья всем! Слушайте доктора! Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.